Ты слышал, Ганс, как сильно подорожал бензин, а тебе-то чего беспокоиться, машин-то у тебя нет, но у меня есть зажигалка. Как твои дела с Янчи? Интересуется подруга прекрасно, мы спорим только об одной мелочи, дело в том, что я хочу регистрироваться в белом платье, а он? А он вообще не хочет регистрироваться. Людовик-четырнадцатый и его любовница-графиня воркует между собой. Моя любимая, моя дорогая, моя графиня, моя единственная. Графиня отвечает, мой любимый, мой дорогой, мой прекрасный, мой Людовик, мой четырнадцатый. Дети рассказывают друг другу, сколько карманных денег они получают от родителей. Все называют довольно скромные суммы. А мне, гордо говорит Олли, родители выделяют ежедневно сто крон. Правда, девяносто пять они удерживают за квартиру и питание. Мать, обращаясь к отцу, говорит, милый, наш сын уже достаточно взрослый, пора бы ему дать первые уроки по половому воспитанию. Поговори с ним, как мужчина с мужчиной, начни разговор хотя бы с бабочек. Отец вызывает сына на откровенный разговор. Пьер строго спрашивает он, ты помнишь, на прошлой неделе мы ходили в публичный дом? Помню, папа. Так вот, Пьеру бабочек происходит то же самое. Майкл, молодой, приятный парень, страдал от недержания газов. Однажды он пошел на свидание с девушкой и весь вечер сдерживал себя как мог. Наконец-то он понял, что надо срочно прощаться, но девушка настаивала, чтобы он зашел познакомиться с ее родителями. В гостиной у его ног удобно устроился пес по кличке Барон. Беседа протекала спокойно до того момента, пока Майкл мог сдерживаться. Но потом природа взяла свою и раздался громкий непристойный звук. Барон, воскликнул отец семейства. Слава Богу, не на меня подумали. Успокоился Майкл окончательно. Через минуту он снова не смог сдержать себя. Барон, завопил отец. Майкл расслабился. Барон, завиджал отец. Да отойди же скорее от этого типа, пока он тебя не обгадил с ног до головы. Да, моя дурочка вышла замуж. Она такая нежная, чистая, кроткая. Из-за такого грубияна. Неужели? Он и хам, и грубиян. Представляете, когда Кюреева спросил, согласен ли он взять в жены моего маленького белокурового ангелочка, он ответил, ну да, я беру эту девку. Да еще ряфнуто так громко, что у моей бедной малютки случился выкидыш. Мари Анж, семи лет, наследница крупного состояния, мать, которая после смерти мужа снова вышла замуж, беседует с приглашенными гостями. Скажи, дорогая, новый папа к тебе хорошо относится? Он тебя балует? Спрашивает дальняя родственница Мари Анж полна восторга. Она никогда, никогда не думала, что у нее будет такой заботливый папа. Он так ее развлекает. Каждый день придумываются новые и новые игры. И она приводит пример. Недавно, когда мы были в горах, папа решил учить меня кататься на автосанях. Он снял их с тормоза, чтобы я намчалась быстро, быстро, быстрее всех на свете. От такого катания я вся вспотела. И что меня больше всего удивило, папа меня сразу же бросил в бассейн с холодной водой, где плавали даже льдинки. Я чуть было не умерла от смеха. Гости поняли, в чем дело, и побледнели. Но Мари Анж продолжала. А когда мы были на море, какая-то была буря. Но мой папа такой смельчак. Рыбаки не советовали нам брать лодку. Он не стал их слушать, и мы с ним вышли в море. И когда огромная-преогромная волна накрыла нас, он бросил меня в воду, сказав, что такая хорошая маленькая девочка, как я, ничего не должна бояться. И стал вовсю грести к берегу, ведь он такой хороший гребец. Одна из дам, заикаясь, спросила ей, ты, а ты умеешь плавать, Мари Анж? Плавать, конечно, мадам. Но самое трудное, это было выбраться из мешка. Королева Великобритании решила одарить ценными подарками трех наиболее отличившихся в боях за Фалклинские острова. Каждому из них было предложено самому назвать то, что он хотел получить, в качестве королевского подарка. Первый попросил новую модель Мерседеса. Ему тут же вручили ключи от машины. Второй попросил небольшую виллу на берегу океана, и, хотя сделать это было сложнее, ему, как герои, не отказали в просьбе. А третий попросил выдать ему по фунту стерлингов за каждый сантиметр от мошонки до шишки. Его попросили пройти в кабинет врача, линейкой уставились в пах, и врач спросил, а где ваша шишка, сэр? На Фольклендах. Пароход должен был вот-вот отойти, и пассажиры слонялись по палубе в ожидании отплытия. Тут один из них заметил вдалеке велосипедиста, и вскоре стало ясно, что он прилагает все силы, чтобы попасть на пароход. Матросы уже взялись за сходни, и шансы велосипедиста становились все меньше и меньше. Один из пассажиров предложил пари на десять фунтов, что он не успеет. Предложение было принято, и вся палуба пришла в сильное волнение. Вот, увидите, он опоздает. Нет, он успеет. Давай, давай, нажимай. Да у него уже нет сил. Успеет, успеет, ура, успел. Буквально в последнюю секунду велосипедист прыгнул на сходни, и их тут же подняли. «Отчаливай!» — закричал он. Это был капитан. Англичанин на француза и немца приговорили к публичной казни на гильотине. Первым подводят к машине англичанина. Палач спрашивает сэр, как желаете лечь под нож? Лицом вверх или вниз англичанин, настоящий англичанин, встречает смерть лицом к лицу и лег лицом к ножу. Палач нажал кнопку, джик, опустился нож, но не дошел до шеи на несколько сантиметров. Механизм гильотины заело. А по неписанным законам, если гильотина сработала неудачно, то осужденного освобождали. Снова поднят нож, поднят нож, выходит француз. Палач спрашивает, мсье, как вы ляжете под нож? Я лягу лицом вниз. Среди публики много женщин, и я не хочу, чтобы они видели искаженное страхом мое лицо. Лег француз, снова нажата кнопка, джик, и снова нож не дошел до жертвы. Француза освободили. Третьим подходит немец. Палач спрашивает, герр Шульц, как желаете лечь, лицом вниз или? Шульц перебивая, пока машину не отремонтируют, я не буду отвечать ни на какие вопросы. Новый раздел книги называется так, про Вовочку и других. Дети, знаете ли вы, откуда течет электричество, спросила учительница. Я знаю, вскакивает Тадик, из джунглей. Почему ты так считаешь? А сегодня утром папа, когда захотел бриться, сказал, опять эти обезьяны отключили электричество. А сколько лет твоему дедушке? Не знаю, но он у нас уже очень-очень давно. В класс приходит молодая учительница. И чтобы детей чем-то удивить, задает неожиданно оригинальную задачу. Летели пять слонов. Навстречу им три крикодила. Сколько мне лет? Петя тут же тянет руку. Вам 22 года. Да правильно, удивляется учительница. А как ты догадался? Мне 11, а по утрам, когда меня папа будит, он кричит, вставай, полудурок. Идет занятие по гражданской обороне учительницы. Когда я скажу раз, два, три, всем нужно спрятаться под парты. Раз, два, три. Все спрятались? Кроме Вовочки. Дети? Вовочка не понял, что он может погибнуть. Давайте еще раз. Опять все спрятались, кроме Вовочки. Вовочка, подумай о родителях. Как они будут плакать, если ты погибнешь? Попробуем еще раз. Но Вовочка не послушался и в третий раз. Вовочка, в чем дело? А что, разве герои уже перевелись? Мать мальчику, почему ты мокрый? Мы с Педро играли в собаку. Не понимаю. Я был деревом. Стоит в автобусе старушка и вздыхает. Рядом сидит пионер. Через некоторое время он спрашивает. Что, бабуль? Ноги болят. Болят, милый. А когда молодая была, наверное, всем место уступала. Уступала. Ну вот, потому ноги и болят. Бабушка, иди с нами играть. Мы играем в медведя в зоопарке. А что буду делать я? Ты будешь той старушкой, которая кидала медведям конфеты. Знаешь, мама, наш сосед очень добрый человек. Почему ты так думаешь? Мы сидели в детской, и Том, как всегда, играл на барабане. Вошел сосед, подарил Тому красивый ножик и спросил его, не хочет ли он узнать, что находится внутри барабана. На уроке в пятом классе учитель спрашивает. Дети, что лучше всего возбуждает человека? В первой партии отличник Петров отвечает. Ничто так не возбуждает мужчину, как тело голой женщины. Петров, выйди вон из класса и без отца в школу не приходи. На следующий день учитель приходит в класс и видит, что Петров сидит на последней партии и без отца. Петров, ты почему не на своем месте, и где твой отец? Папа сказал, что если вас не возбуждает вид голой женщины, то вы педераст, и от вас нужно держаться подальше. Сегодня я убил пять мух, рассказывает Вовочка маме. Двух самцов и трех самок. Да ну, а как же ты узнал их пол? Две сидели на пивной бутылке, а три на зеркале. Папа, а откуда берутся слонята? Видишь ли, доченька? Только не рассказывай мне про аиста. Аист его просто не подымет. В тире конкурс на лучший выстрел. Побеждает маленький мальчик. Ему вручают черепашку. На следующий день он снова побеждает. Ему дарят плюшевого медвежонка. Он спрашивает, а можно, как вчера, пирожок с мясом и хрустящей корочкой? Ты почему мне грубишь, мальчишка? Я отец тебе или не отец? Ну, ты задаешь ребу, старик. Я-то откуда знаю? Мама, мама, папочка упал с лестницы и так кричал, так кричал. А что он кричал, сынок? И хорошие слова не говорить? Да, детям этого нельзя. Мальчик подумал секунду и сказал. Тогда папа упал молча. На юлке в доме офицеров маленький Вовочка волочит за собой мешок. Он повсюду таскает его, задевает стулья людей. Дежурный берет Вовочку за руку и говорит. Нехорошо, мальчик. Если ты будешь всем мешать, Дед Мороз к тебе не придет. А как ты думаешь, кто у меня в мешке? Я принимаю Вовочку в пионеры. Как учишься? Хорошист. Старшим помогаешь? А как же? С кем ты живешь? Вовочка покраснел. Да там, с одной и с третьего Б. Учитель, тому, кто пойдет первым к доске, поставлю на бал больше. Ученик, иду. Ставьте мне тройку. На уроке зоологии учительница спрашивает у класса. Дети, кто скажет, почему камбала такая плоская? Вовочка, потому что с китом переспала. Вовочка вон из класса. Вовочка выходит из класса и закрывает дверь. Учительница, ну ладно. А скажите, почему у рака глаза из орбит вылазят? Приоткрывается дверь, и Вовочка комментирует. А потому что он все это видел. Идет урок зоологии. Учитель бросает в стакан с водой червяка. Через пару минут вынимает и говорит. Видите, детки, червячок живой. Потом берет стакан со спиртом, бросает червяка в стакан. Через пару минут вынимает. Видите, червячок умер. Какие выводы? Стоит Джонни, надо виски пить, а то глисты заведутся. Вчера Джон был именинником. А сегодня соседский мальчик спросил его во дворе. Ну, что тебе подарили на именины? То же, что каждый год. А что тебе дарят каждый год? Футбольный мяч и рогатку. Как это? Каждый раз ты получаешь по мячу и рогатки? От кого? От отца. А кто твой отец? Стекольщик. Видишь, Елен, у этих бедных детей нет ни папы, ни мамы, ни бабушки, ни дедушки, ни дяди, ни тети. Не хочешь ли что-нибудь подарить этим несчастным из приюта? Да, мамочка, подарим им тетю Терезу. Для чего ты рисуешь на корове точечки? Для того, чтобы мухи думали, что она уже занята. Мама, сегодня директор школы спросила, есть ли у меня братья или сестры. Ну и что ты ответил? Сказал, что я единственный ребенок в семье. А она что сказала? Она сказала, слава Богу! Молитва гимназиста, милостивый Божия, сделай так, чтобы Лондон стал столицей Дании, как я вчера написал в контрольной по географии. Как тебя зовут? Спрашивают малыша. Папа зовет маленькой лошадкой, мама зайкой, бабушка мальчиком с пальчиком, мальчиком с пальчиком, а во дворе змеем Горынычем. Мальчик получил от отца подарок попугая. Сейчас некоторое время родители услышали, что попугай выкрикивает нетензурные слова. Отец позвал сына, дорогой мой, попугай говорит ужасные вещи, а с ним только ты занимаешься. Не иначе, как ты и научил его так ругаться. Мальчик шмыгнул носом, я не виноват, он первый сказал мне шпана. Отец с сыном возвращались из города поездом. На голове у сына была новая кепка, и он все время выглядывал в открытое окно. Отцу надоело его предупреждать о том, что ветер может сорвать кепку, тогда он подкрался сзади и снял ее. Ага, я тебе говорил, пропала кепка. Сын начал плакать. Чтобы успокоить его, отец сказал, не плачь, я сейчас свистну, и кепка вернется. Так и сделал, свистнул и незаметно надел кепку сыну на голову. Мальчику это очень понравилось. Он улыбнулся, взял кепку и выбросил ее в окно, попросил, а ну-ка, папа, свистни еще разок. Семилетний Джонни вернулся домой из парка без своих новых салазок. Вы знаете, сказал он родителям, у меня их попросил покататься старик с симпатичным малышом. К четырем часам обещали салазки вернуть. Родителям все это не очень понравилось, но где-то в глубине души они были довольны проявлением столь добрых чувств со стороны своего сына, своего ребенка. В четыре часа нет салазок, но в четыре тридцать раздался звонок и появился старик с малышом, салазками и большой коробкой конфет. Джонни тут же скрылся в спальне и, выбежав оттуда, внимательно осмотрел салазки и заявил, все в порядке, получите свои часы. То-то, сынок, если ты будешь умницей, то попадешь в рай, а если нет, то в ад. А каким мне быть, мамочка, чтобы попасть в цирк? Папа спрашивает перед сном малыш. А почему у тебя все сказки начинаются по-разному? В некотором царстве лежали-были, а заканчиваются все одинаково. Мать занята приготовлением обеда и говорит дочери Мэри, пойди посмотри, что делает Том и скажи ему, чтобы он немедленно прекратил. — Папа, меня уже больше не называют самым плохим учеником. — Молодец, Вовочка, ты стал лучше учиться? — Нет, к нам пришел новый мальчик, который учится еще хуже. — Мамочка, а что люди рождаются из земли? — Чего ты взяла, доченька? — Я слыхала, как дядя спросил у папы, где ты выкопал такую бабу? — Вовочка объясняет разгневанному отцу, почему он получил двойку по арифметике. — Учитель спросил, сколько будет дважды три, и я сказал шесть. — А потом он спросил, сколько будет трижды два, а разве это не один хрен? — Я так и сказал. — Отец и сын приехали на море. Смотри, сынок, это море. — Где? — Да вот перед тобой, такое синенькое. — Где? — Ну, прямо перед тобой. — Большое. — Где? — Ну, прямо, прямо перед тобой. — Большое. — Где? Отец не выдержал, схватил сына за волосы и давал его головой вон умокать. После этого сын. — Папа, что это было? — Море. — Где? Вызванный телемастер устранял неисправность в телевизоре. Шестилетний сынишка хозяев с интересом наблюдал за его работой. — Я знаю, что случилось с телевизором, — решил он помочь мастеру. Если вы уберете со дна всех убитых солдат, которые попадали из военных фильмов, он снова заработает. В газете пишут доченька, что волк напал на учителя. — А как он догадался, что это учитель? — Папа, — спрашивает сын отца капитана. Это правда, что военные остаются спокойными в любой обстановке, или это сказки для дурачков? — Это точно, — ответил отец. — Тогда я тебе покажу свой школьный дневник. Вовочка спрашивает маму. — Мам, а как я на свет появился? Ну, сынок, взяли мы с папой стакан. Он плюнул туда, я плюнула. Поставили стакан на солнышко, а через некоторое время ты и появился. На следующий день Вова пошел в школу, увидел одноклассницу Таню и просит, Тань, плюнь стакан. — Ты что, зачем? Ну, плюнь, прошу тебя. Таня плюнула. Вовочка плюнул. И Вовочка плюнул. Принес он стакан домой, поставил на окно и стал наблюдать. Ночью в стакан залез таракан. Вовочка подбегает к матери со стаканом и слезно умоляет. — Мама, раздави внука, у меня на сына рука не подымается. Папа спросил у восьмилетней дочки. — Без окон, без дверей полна горница людей. Что это? — Тюрьма, — ответила Катя. Мальчик стоит около лошади, запряженной в телегу, и с нетерпением ожидает хозяина. — Наконец тот появляется. — Дяденька, а ваша лошадь не поедет. Почему? — Из нее весь бензин вытек. Супруги разводятся. Судья спрашивает их сынишку. — Ты с кем хочешь остаться? — С тем, кому присудят телевизор. Мама спрашивает своего пятилетнего сына. — Какой подарок ты хотел бы получить каменинам? Лошадку, пушку и три дня не умываться. — Ах, мамочка, у тебя только две груди. — А ты что думал? — А я думал, как у нашей собаки-дамки в два ряда, по всему животу. — Мама, знаешь, я в автобусе тетеньке на ногу наступил и извинился, а она мне за это конфету дала. — А ты, конечно же, ее поблагодарил, да? — Нет, я ей на вторую ногу наступил. Вовочка плохо учится и постоянно твердит дома, что учитель к нему придирается. Наконец отец с сыном отправились в школу. Отец спрашивает учителя, — Почему вы придираетесь к моему сыну? — Придираюсь. Он же ничего не знает. — Вот посмотрите, сколько будет трижды семь? — Видишь, папа, он опять начинает. В зоопарке у клетки со львом маленький мальчик спрашивает отца. — Пап, а если выбежит лев и съест меня, мне на каком автобусе ехать домой? — Вовочка классному руководителю. — Если вы будете ко мне придираться, завтра приведу в школу родителей. — Дядя, вы не будете так добры и не дадите мне пять шиллингов, чтобы я мог попасть к родителям. На, мальчик, а где твои родители? — В кино. — Шестилетний Фернандо, сурово наказанный отцом, спрашивает. — Папа, когда ты был маленьким, маленьким дедушка бил тебя? — Да. — А когда дедушка был маленьким, ты ему тоже попадала от его отца? — Конечно. — А твоему дедушке от его отца? — Разумеется. — Хотелось бы мне знать, какой идиот начал первым. В школе дети пишут сочинение на тему «В гостях у бабушки». Самое короткое написал Вовочка. Мы приехали к бабушке, а ее дома не было. Папа, откуда берутся дети? Их аист приносит. Это такой с длинным носом? — Да. — Так это тот, который живет на юге? — Да. Он приезжал к нам, когда ты был в командировке. Мальчик кричит, мама, иди скорее, я прокинул лестницу. Ну, если отец узнает, папа уже знает, он висит на люстре. Мама, любишь слушать сказки? Конечно, деточка. Хочешь, расскажу тебе? Расскажи, доченька. А она тебе понравится? Конечно, но она очень короткая. Да рассказывай уже. Жила-жила банка варенья и съелась. Школьное сочинение десятилетнего мальчика о своем отце. Мой папа может забраться на самую высокую гору, переплыть самое широкое море и победить самого свирепого тигра. Мой папа может все. Но у него на это не хватает времени, потому что он должен помогать маме вытирать посуду. Учитель дал тему для сочинения. Составьте рассказ, употребив название всех дней недели. Вовочка написал. В воскресенье папа отправился на охоту. Он принес такого огромного зайца. Что мы его ели в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и еще осталось на субботу. Вовочка первый раз пошел в школу. Вся семья ждет его. Вова приходит домой обиженный. Ну, Вова, что ты в школе узнал? Бодро спрашивает папа. Брехуны вы все! Вот что, аист меня принес, капусте меня нашли. Сказать, откуда я на свет появился? Еще вот завтра узнаю, как я туда попал. Идет урок. Учитель проверяет домашние задания. Петя, ты почему не сделал уроки? Ногу вывихнул. Садись два. Вася, а ты почему не готов? Бабушка заболела. Садись два. Вовочка, а ты почему не сделал? Брат из зоны вернулся. Нечего меня братом пугать. Садись. Три. Первого сентября учительница говорит детям. Мы с вами выучили два стихотворения. За лето вы их, наверное, позабыли. Давайте повторим. Я начну. Люблю грозу в начале мая, Когда весенний первый гром. Вовочка продолжает. Как долбанет, и нет сарая, И хрена помнишься потом. На уроке Мария Ивановна спрашивает дети, Кто знает, почему Аисты на зиму улетают в Африку? Вовочка тянет руку, чтобы и негры могли иметь детей. Павлика отдали в интернат для трудных детей. Мама спрашивает у дежурного, где мне найти Павлика? А там на дверях списки. На первом этаже мама читает на двери плохие дети, Павлика в списке нет. Поднимается на второй этаж, читает очень плохие дети, Павлика нет. На третьем этаже читает ужасные дети, Павлика нет. На четвертом этаже отвратительные дети, Павлика нет. На последнем этаже кошмарные дети, Павлика нет. Мама подымается на чердак, Подходит к двери и читает, Павлик! Пятилетний мальчуган смотрит вечернее представление в цирке. Сидящая рядом женщина спрашивает его, А ты ведь совсем маленький, Как ты пришел один в цирк? Ты сам купил билет? Нет, отвечает мальчик, Это папа купил. А где же твой папа? Он дома остался, билеты ищет. Учительница на уроке литературы вызывает Вовочку к доске. Вовочка, ты Пушкина знаешь? Нет. А Лермонтова знаешь? Нет. А Некрасова? Нет. Тогда садись, двойка, И пусть родители зайдут в школу. После уроков Вовочка останавливает учительницу и говорит, Ты Федьку Долговязова знаешь? Нет. А Тольку вырви глаз? Нет. А Кольку окурка? Нет. Так зачем ты на уроке меня своей бандой пугала? Логичнее, наверное, прочесть последнюю фразу. Так, так зачем ты на уроке меня своей бандой пугала? Пошел Вовочка в кино. Перед ним села влюбленная парочка. Юноша обнял девушку и спросил, ты что-нибудь чувствуешь? Да, что ты меня любишь. Утром в детском саду Вовочка прижимает к себе маленькую свету. Ты что-нибудь чувствуешь? Нет. Он прижимает сильнее. Я теперь чувствую, что какать хочу. Отец уезжает на несколько дней в Ленинград и говорит детям. Дети, что вам привезти из Ленинграда? Только про гостиниц надо зачинить стишок. Подходит Маша. Папа едет в Ленинград. Папа купит шоколад. Хорошо, куплю. Саша, папа едет в Ленинград. Папа купит самокат, Вовочка. А Вовочка говорит следующее. Папа едет в Ленинград. Папа купит мне мопед. Вовочка, ведь нескладно. Подумай еще немножко. Папа едет в Ленинград. Мамин хахаль будет рад. Мамин хахаль мой сосед. Папа купит мне мопед. Как-то Вовочка опоздал в школу. Учительница спрашивает, в чем дело. Понимаете, Мария Ивановна, у нас дома был пожар. А что? Кто-нибудь сгорел? Там дедушка был. Он что, сгорел? Да нет, его пожарные в окно выкинули. Так он что, разбился? Да нет, там тент натянули. Так он что, живой остался? Да нет, он от тента обратно в окно отскочил. Так он что, сгорел? Да нет, его пожарники обратно в окно выкинули. Так что с ним все-таки случилось? Да замучил он всех. Пристрелили его. Хочешь, страшную сказку расскажу? Нет, я боюсь. Ну, послушай. Ну, послушай. Ну, ладно. Иду я темной-притемной ночью и вижу перед собой жабу, да? Нет, не жабу. И вижу перед собой лес. Захожу я в этот лес и вижу перед собой жабу, да? Нет, не жабу. И вижу перед собой тропинку. И вот иду я по этой тропинке и выводит она меня на поляну, на которой я вижу жабу, да? Нет. И вижу я на ней дом. Захожу я в дом и вижу перед собой жабу, да? Нет, не жабу. И вижу перед собой черную комнату. Захожу я в эту комнату, а посреди нее жаба, да? Нет, не жаба. А посреди комнаты стоит стол. На том столе сидит большая зеленая жаба, да? Ну, жаба. Новый раздел книги называется «Из жизни животных, птиц и насекомых». Знаменитый французский экономист, выступивший со статьей о повышении цен, был разбужен ночью звонком. Вы знаете, в вашей статье все преувеличено, сказал тонкий голос. Моя жена и я, мы живем всего на 10 франков в неделю. — Десять франков в неделю? — Объясните мне, как же это вы ухитряетесь, но прошу вас говорить громко. — Я почти ничего не слышу, я не могу громче, я рыбка в аквариуме. Отворив дверь, хозяин квартиры увидел старого друга и у его ног громадную собаку. Хозяин пригласил гостя в дом, и собака вошла с ним. Мужчины сели и стали вспоминать свои студенческие годы. Тем временем собака загнала хозяйскую кошку на шкаф, разбила пару ваз, опрокинула лампу и, наконец, улеглась на диване. Когда гость собрался уходить, хозяин саркастически заметил, надеюсь, ты не оставишь мне свою собаку. — Мою, — удивился гость, — я думал, это твоя собака. Два воробья. Если бы я был миллионером, я бы купил мешок овса, а я бы два. Сверху ворона им говорит, — эй, миллионеры, летите на дорогу, там лошадь прошла, а то без горячего останетесь. Одна собака говорит другую у входа в мясной магазин. — Давай зайдем? — Нет, видишь, табличка — собакам вход запрещен. Дура. Кто же знает, что мы умеем читать? — Гена. — Ген. — Что, Чебурашка, шапокляк шестерых родила. — Ну и что? Как что? Своих четверых я утопил, а твои не тонут. Приходит еж к сове. — Сова, ты такая мудрая. Скажи, к чему правая лапка чешется? — От кого-то убегать будешь. — Сова, а к чему левая лапка чешется? — Кто-то тебя догонять будет. — А к чему ушко чешется? — Кто-то тебя бить будет. — Сова, а к чему носик чешется? — Еж, ты бы помылся. У одного мужика жил кот, который, как сходит в туалет, вытирает свой задоковер. Сосед ему советует — ты подстели ему вместо ковра наждачную бумагу. На следующий день сосед интересуется — ну как, помог тебе мой метод? — Да уж. Мой кот как разбежался, так до холодильника одни уши доехали. Ежик научился задницей дышать, ходил-ходил по лесу, сел на пенек, задохнулся и умер. Чебурашка спрашивает у Гены. — Ген, а что можно купить за одну копейку? — Отстань, Чебурашка, некогда. — Ну, Ген не унимает Чебурашку. — Ну, скажи, отстань, ну скажи, Ген. — Да все можно купить, все! — не выдержал Гена. Чебурашка пошел в магазин и все купил. Ну, для сустерей, которые давно уже выехали с Союза, напомню, что крокодил Гена — это персонаж мультипликационного, популярный персонаж популярного мультипликационного фильма. Далее по тексту. После зимней спячки в берлоге проснулся медведь. Выходит наружу и видит, что он весь в сперме. Вот черт, опять всю зиму не ту лапу сосал. Два таракана на помойке. Был вчера в новом ресторане, какая там чистота. Прошу тебя, — взмолился другой, — дай я доем. Летит комар с перевязанной скулой. Что с тобой случилось? Спикировал на жену светлячка. Оказалось, окурок. Сидит попугай и смотрит, как бабка курицу ощипывает. Может, хватит над трупом издеваться. Колобок выходит из бани. Фу, ты опять забыл голову помыть. Сардинка увидела подлодку и в страхе поплыла к маме. Не бойся, крошка. Это всего лишь банка людей. В шкафу сидит моль с маленьким сыном. Как-то мальчик ей говорит, — мама, пусти меня полетать по квартире. Мать отвечает, — нет, детка, ты еще не научился летать хорошо. Научился, научился. Я вчера тихонько вылетел. Пока летал, все так аплодировали. Спит змей Горыныч о трех головах. Одна голова просыпается, будет вторую, и говорит шепотом, — давай выпьем, давай. Выпили, закусили, еще выпили. Просыпается третья голова, видит такую картину и говорит, — ах, вы гады! Пить так вдвоем, а как блевать так все вместе. Ветеринар сказал своему новому помощнику, — вот тебе порошок, который надо дать кобыле, чтобы привели, что привели нам вчера. Возьми трубочку, насыпь туда порошок, вставь кобыле между зубов и вдуй его в рот лошади. Вернувшись вечером домой, ветеринар обнаружил своего помощника распростертым на полу конюшни. — Что случилось? Тебя что, лошадь легнула? — Хуже, — простановал помощник, — она дунула в трубку первой. Сидят две вороны на дереве. Одна на верхней ветке, другая на нижней. Так что на нижней и говорит, — ой, какой дождь теплый пошел! А другая с верхней ветки и говорит, — какой хочу, такой и пускаю. Пьяный чебурашка встретил старуху шапокляк и говорит, — а ты еще неплохо выглядишь, красная шапочка. Крокодил Гена просыпается с похмелья. Чебурашечка, милый, подай водички. Как сегодня, так чебурашечка, а как вчера нажрался, так жопа с ушами. Идет чебурашка, а за ним бежит зеленая ящерица. Прохожие спрашивают, что за ящерица с тобой бежит. Это не ящерица, это крокодил Гена с Бама вернулся. Для тех, кто давно приехал и, может быть, позабыл, напомню. Бам, Байкало, Амурская магистраль. Сокращенное название Бам. Пятачок заходит в магазин и спрашивает, — простите, у вас из чего подушки? Из пуха. Ах, винни-винни. Рыбак достал из банки червяка, а тот ему и говорит, — слышь, мужик, ты только резко не подсекай, а то уши закладывает. Жук-точильщик говорит своему сородичу, — подумаешь, Страдивари, Страдивари — обыкновенная деревяшка. Два хозяина спорят, чья собака умнее. Моя собака так умна, что, когда возвращается домой, сама нажимает на кнопку звонка. Моей собаке не приходится этого делать, у нее есть свой ключ. Два хлопа встречаются под обоями. Один другого спрашивает, — ты как сегодня ночь провел? Отлично, спал с Нюськой из дивана. Ну и дурак. Я от нее в прошлом году ДДТ подхватил. Как-то льву на нос села моль и говорит, — слушай, лев, я тебя съем. Пошла ты нах, — спокойно, — ответил лев, и вскоре заснул. Просыпается, дрожа от холода, а живот у него голый. Супруги жалуются друзьям. Мы своего кота кастрировали, но он все равно пропадает по ночам. Как? В качестве консультанта. Белка ежику кричит. Ежик, ежик, в жопе ножик. Ежик ей. Белка, белка, в жопе якорь. Не складно. Зато не вытащишь. В зоопарке возле огромного крокодила с широко раскрытой пастью стоит служитель. Один из посетителей спрашивает его, а что случилось с крокодилом? Пока не знаю. Доктор не вылезает уже полчаса. Вбегает в лесную пивнушку заяц и к бармену. Ну-ка, ежик, сто граммов! Выпил и скакал. Заваливается волк. Как всегда, стакан, да поскорее. Опрокинув пасть и поплелся прочь. Медведь заглянул. Ежик, кружку. Тут и осел заглянул. Поправил бант на шее и шепнул. Двадцать граммов, а? Что двадцать? Да, заяц и тот сто граммов дернул. Так мне для запаха. А дурости и своей хватает. Какая красивая у вас собака. Она, наверное, умная. О, еще бы! Вчера вечером во время прогулки я сказал ей, кажется, мы что-то забыли. И как вы думаете, что она сделала? Наверное, она побежала домой и принесла эту вещь? Нет. Она села, почесала за ухом и стала думать, что бы это могло быть. Муж уезжает в командировку, а за женой оставляет присмотреть пса. Когда он приехал, подозвал пса на кухню и спрашивает. Без меня кто-нибудь приходил к жене. Гав! Мужчина! Гав! Чем они занимались? Собака тяжело задышала. И долго «У-У-У-У-У-У!» Завыл пес. Гена нашел на дороге желтую лепешку и говорит, Чебурашка, как ее делить будем? А давай на многоэтажку залезем. Ты с крыши спрыгнешь, а я по ступенькам побегу. Кто первый до лепешки доберется, тому она и достанется. Поднялись на крышу. Гена спрыгнул вниз. А Чебурашка побежал. Прибежал и кричит снизу «Ген, а Ген, мне какую лепешку брать, желтую или зеленую?» Одолели мужика клопы. Решил он у знахарки спросить, как от них избавиться. Знахарка ему и посоветовала «Открой двери в доме и скажи, пошли клопы вон из моего дома, но когда пойдет последний клоп, не вздумай засмеяться». Пришел мужик домой, сделал так, как велел знахарка, но когда мимо него проковылял весь избитый, перевязанный хромой клопик, мужик не выдержал и засмеялся. Клопик посмотрел на него и крикнул остальным клопам «Ребята, возвращаемся!» Он пошутил. Задумали звери построить мост, послали медведя в министерство за бревнами. «Ты, мол, сильный, выбьешь бревну!» Но медведь вернулся ни с чем. Послали лису, ты, мол, хитрая, выбьешь бревну. Но и лиса вернулась ни с чем. Тогда осел и говорит «Можно я попробую? Давай!» Через некоторое время поплыли по реке бревна. Неделю, другую плывут. Месяц. А через некоторое время приезжает и сам осел. На машине. Звери его, ну, расспрашивать, как же тебе удалось провернуть такое трудное дело? Очень просто. Захожу я в министерство, а там все свои.